Сегодня стали прорисовываться очертания санкций, которые вводят Россию в связи с недружественными действиями Турции. Помимо запрета на чартерные перевозки, это просто небезопасно, как подчеркивают, потому что в стране все больше проявляется радикальная исламизация, под запрет решением правительства попали овощи и фрукты, которые везли в Россию. Окончательные перечень еще обсуждают, но, скорее всего, эмбарго начнет действовать не сегодня и не завтра. Нужны несколько недель, чтобы переключиться на других поставщиков, так чтобы для россиян эти меры были менее чувствительными. Антон Верницкий о запретах и сроках. По словам Дмитрия Медведева, предложенные правительством меры диктуется исключительно необходимостью обезопасить граждан нашей страны от действий турецких властей. В последнее время они все больше втягивают Турцию, с которой нас связывают дружественные отношения, в радикализм. Это наши ответные и вынужденные действия, на которые мы пошли исключительно в интересах обеспечения безопасности наших людей и в качестве реакции на агрессивное поведение Турецкой Республики. Они стали ответом именно на эти недружественные действия со стороны правительства Турции. Специальные меры действительно затрагивают значительную часть экономических отношений, поэтому действовать будем прагматично, что и вытекает из указа президента. А именно, чтобы принимаемые нами решения были максимально чувствительными для турецкой стороны и при этом минимально затрагивали наши экономические интересы. При этом предпринятые Россией ограничительные меры не направлены против турецких граждан, въезд которых в нашу страну по-прежнему не ограничен. Россия лишь вводит в визовый режим. Особенно подчеркивается, что никаких ограничений в отношении турецких студентов, обучающихся в вузах, России не будет. Это скорее ограничительные меры, связанные с экономическими отношениями. То, что касается людей, для того, чтобы посетить Российскую Федерацию, надо будет получить визу. Для трудовых отношений это станет также достаточно сложно, но не исключает работу турецких граждан на объектах, строящихся в Российской Федерации. Один из чувствительных для Турции сегментов строительный рынок в России, где в настоящий момент трудится около 50 тысяч специалистов из Турции. Объем заказов турецких фирм в одной лишь Москве в этом году больше полумиллиона долларов. По решению правительства, все контракты, заключенные до 31 декабря этого года, действительно и турецкие строители могут продолжать работать на российских стройках. Далее, только после получения визы и лишь на определенных объектах, которые войдут в перечень правительства. При этом миграционной службе поручено жестко контролировать все строительные организации. В числе прочего, это позволит увеличить количество рабочих мест для отечественных специалистов. Такая же позиция с введением ограничительных мер и в продовольственном секторе. Прежде чем принимать решение о запрете поставок из Турции той или иной продукции, правительство рассчитало, чем это безболезненно и быстро можно заменить. Именно поэтому отказались от запрета турецких промышленных товаров, ограничившись лишь продовольственными. То есть мы сможем либо заместить внутри Российской Федерации, производя соответствующую продукцию, либо приобретая ее на других рынках. То есть это таким образом будет способствовать еще и импортозамещению, так я понимаю? Это будет способствовать импортозамещению. С одной стороны, сегодня подтвердил на совещании в правительстве министр сельского хозяйства, что действительно это будет по отдельным группам плодовощной продукции помогать нашим производителям. Если говорить о сельхозпродукции, то речь идет о двух основных группах. Первая – это овощи, включая и томаты, и другие виды овощей. И вторая – это фрукты. При этом мы исходим из того, что необходимо в максимальной степени избежать какого-либо дополнительного роста цен на внутреннем рынке. Для этого предлагаем ввести отложенный срок введения запрета, этот срок вы определите в постановлении, которое будет выпущено. С тем, чтобы у покупателей, у наших торговых организаций было время, буквально недель, чтобы переключиться на других поставщиков. Это Египет и ряд других стран, которые производят соответствующие товары. Для Турции поставки томатов в Россию – чуть ли не единственное направление. Из-за квотов внутри Евросоюза турецкие поставщики вынуждены продавать практически всю свою продукцию в нашу страну. По данным, за прошлый год больше чем на 600 миллионов долларов. Прилавки крупных сетевых магазинов буквально завалены томатами из Турции. Это при том, что отечественная продукция ничуть не хуже той, что выращена в турецких теплицах. Тот же Краснодарский край, где и погодные условия схожи с турецкими, и в последнее время стоятся все больше теплиц. Правда, до нынешнего момента в крупные торговые сети, занятые Турцией еще с начала 90-х годов, наша продукция попадала с трудом. Что касается авиационных перевозок в Турцию и из нее, продажа турпутевок в эту страну прекращается немедленно. Чартерные рейсы, которых только из Москвы в Турцию было больше 60 в неделю, по 27 из Шереметьева и Домодедова, еще 10 из Внукова, также будут свернуты. Мы имеем в виду, что необходимые полеты, чартерные полеты будут обеспечивать выезд российских граждан с территории Турецкой Республики, но в целом все чартерные рейсы запрещаются. А по регулярному авиасообщению будет обеспечиваться дополнительный контроль, который вызван необходимостью мер безопасности. В Федеральном агентстве по туризму при этом уже предостерегли фирмы о попытках продавать путевки в Турцию через третьи страны. Нечто подобное было после запрета посещения египетских курортов. Мы не рекомендовали также отправлять наших туристов, наших граждан через третьи страны. Туристы, которые купили туры в Турцию, они имеют возможность, в связи с тем, что существует угроза их нахождения в Турецкой Республике, террористическая угроза. Они имеют право расторгнуть договор и, естественно, они могут обратиться к туроператору, к турагенту и попросить возврата денежных средств в полном объеме. Для обеспечения безопасности граждан из-за явной радикализации Турции в последнее время усилен контроль и морских портов Азовского и Черного морей, особенно в Крыму. Усиливается контроль и за автомобильными перевозками из Турции, которые правительство предлагает существенно ограничить. В настоящее время они получают порядка 8 тысяч разрешений на перевозку, годовой объем разрешений. Предлагается сократить его немедленно в 4 раза на следующий год до 2 тысяч с возможностью обнуления данного объема разрешений. Это чувствительная позиция. Мы сейчас завершаем работу над юридическими нюансами, как точно это прописать. Но у Минтранса есть все полномочия это делать в рамках своей деятельности. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что вполне вероятно, это не все ограничительные меры, введенные в Россию. Как выразился премьер, президентский указ дает право правительству изменять список запрещенных ввозу в Россию товаров из Турции. Антон Верницкий, Алия Строфимович, Станислав Оплетин. Первый канал.